Беларусь рыхтуется доголовно гульнем 4-го года. До старта 32-й летней олимпиады в Токии застается 86 дней. Складываясь в Сусвете под обстановкой за COVID-19, диктует особенные умовы, у которых продают все летние выступления. В этом светле до спортсмену предъявляются серьезные потребования по подрыхтациям, по здоровью и психологическому стану. Такие же и перед командой, которая сопроводжает атлеты на тренировках и подчас выступлений. Об этом ишла говорка в рамках международной научно-практичной конференции, по возникам какой свою працу упрацовывать в регионе управленности медики. Татьяна Гришук расскажет. 32-я токийская олимпиада переносилась альба у вогуля отменялась, але летним гульнем быть токий стан подей набегучий момент. Открытие олимпиады в Токии заплановано на 23 липня. Увесь в этот час подрыхтовка до них продолжалась. Для эффективного выступления белорусских спортсменов была проведена праца под эгидой НАК, Министерство спорта и Оховы здоровья, взаимодействовали РНПЦ с профильными центрами. Выники подвели на международной конференции «Стодион до Токио». Вывучение науково-методичного и медицинского сопровождения спортсменов, обмен ведомых ученых, практиков и спортивной супольности провели до распроцовки стратегий финального этапа подрыхтовки. Особенность будет проведения этих олимпийских игр, что каждые 4 дня все спортсмены, неважно из какой страны, должны будут проходить тестирование. А сложность в чем, что если пропускаешь тестирование, то тебя могут отстранить от олимпийских игр. Плюс накладывается же еще работа допинговых служб. И получается, что спортсмен постоянно будет в напряжении ждать то одного тестирования, то второго тестирования. Это только частка сплануемых беспрецедентных мер обеспеки, закликанных максимально выключить махчимость заражения COVID-19. Что тыжится тестирование, специалисты заходятся умеркование, что их частое проведение может створить певные психологичные незручности. У арсенала есть еще изоляция, обнижение у перемещений, а процовка – иншая. На конференции у приватности были разглежены новые науковые напрямки и инновационные распроцовки по развитию системы спорта высшейших досягнений. Вакцинация Олимпийской сборной Беларуси, на думку урачов, снизить рызаку небеспеки. Настоятельно рекомендовано всем участникам Олимпийских игр Республики Беларусь провакцинироваться. Причем, чем раньше это сделать, тем, как говорится, меньше последствий будет. Несмотря на то, что некоторые даже переболели COVID-19, всего у нас в стране из национальных сборных 332 спортсмена переболели. Все в легкой форме. Этот процент у спортсменов составил 0,5%. У белорусских спортсменов уже 81 лицензия. Чекается, что в ближайшие месяцы будет завоевана еще около 30. Братьба за медалей, подрихтовка до престижных стартов, колоссальная праца атлетов и великой команды. На Гродиншине славной кузни зорок высшейших досягнений у областных диспансеров спортмедицины особливая увага надается одновлению, реабилитации после физических и психологических нагрузок. Стан здоровья атлетов у тымлику самого старейшего представника национальной сборной Ивана Тихона находится под постоянным контролем. До спортсменов пильная увага медиков будет и после Токийской Олимпиады.